Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Честно говоря, до последнего момента не знал, о чем говорить, не знал, какие концепции продвигать. Были какие-то наработки, какую-то, может, песню я подготовил как человек в творчестве, какие-то, может быть, идеи, истории, но все равно творчество для меня, оно все время как бы где-то на грани риска. То есть, если я подготовлю выступления, если я подготовлю концепции, песни, танцы, то, в принципе, мое выступление превращается уже не в творчество, а в подготовленный экспромт, который я готовил где-то в течение нескольких лет. Но! Вы поймете меня, почему я именно не подготовился. Потому что, когда ты выходишь неподготовленный к публике, то в этот момент начинает что-то работать в тебе. Ты начинаешь куда-то двигаться, какие-то идеи приходят, их много. Одна за другой начинается там какая-то импровизация и так далее, и так далее, и так далее. И при хорошем раскладе можно поймать какую-то определенную волну и на этой волне двигаться, двигаться дальше, ловить какой-то еще образ, еще одну концепцию, вперед, вперед, вперед. А если эти образы и концепции цепляют не только меня, но и вас, то тогда получается такой общий катарсис. И это тоже очень-очень хорошо. Даже, может быть, остановка какая-нибудь, даже, может, какая-нибудь пауза, она тоже влияет на творчество. Для меня творчество — это немножко какая-то шизофрения. Ну, как бы, это мой личный опыт. Потому что всегда во мне кто-то борется, один с другим. Один говорит, что надо делать то, что хочется тебе делать. Другой говорит, какая разница, если ты будешь это делать, и ты будешь сам это слушать, а людям это не нравится. И он говорит, наоборот, надо делать то, что будет нравиться людям, а вот какое-то свое внутреннее яд ты должен как-то припрятать, причесать и так далее. То есть не будь самим собой, а будь тем, кто нравится публике. Зачем быть некрасивым? Зачем? Зачем? Эта борьба идет постоянно. Другой мужик такой крутой там тоже во мне. «Не надо танцевать, что ты делаешь? Ты че? Вот это вот, ты че? Ну уж кто так делает?» Эта борьба очень страшная, очень тяжелая, особенно бывает, как я вырос на юге Казахстана, как бы сказать, очень такой традиционный, как говорится, объект земли, где как бы какие-то есть условности, установки, правила поведения определенные и для девочек, и для мальчиков. Мальчики должны быть боксерами, девочки должны быть поварихами, классными такими. Это одна часть моей шизофрении. Что касается творчества, есть уже какие-то определенные рамки, созданные великими Моцарт, Пушкин, Лермонтов, Шекспир и так далее. Очень часто, когда человек творит свои стихотворения, свои песни, его сразу затыкают, его сразу творчество убивают смехом. «Зачем тебе писать, если уже все великое написано?» Вот, и здесь тоже опять борьба. Ну, блин, ну вот написал стихотворение, «Любимый» посвятил. «Любимая, люблю тебя, как солнце дня, как звезду в ночном небе, как режиссер любит кино, как альпинист, цветую гору люблю, 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 люблю». И эта девушка мне в ответ, «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, какое беспонтовое, я таких страшных стихов еще никогда в жизни не читала». «Я смеюсь, но мне смешно не от юмора, а от твоей бездарности». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, это же надо же быть таким бездарным». После этого одна часть шизофрении говорит, «Все, больше никогда ничего не напишу, я никогда, чтобы вот так вот облажаться, нет, все, буду признаваться в любви просто, я люблю тебя, если надо, деньги вытащу, если надо, машину подгоню, но без всякой поэзии, нормально буду признаваться в любви, без песен, это лучше работает». Но другая часть шизофрении говорит, «Да и пофиг, что там вот великие, уже создали великие стихи, все равно то, что ты создаешь, оно может быть местами обрубленное, местами нерифмованное, местами ни хоре, ни ямбы, ни слога, ни то не учитывается, правила все нарушены. Ну и что, этим вы, я, отличаемся тоже, мы одни такие во вселенной? Больше такого не будет. Вот, но при этом, при всем, иногда еще борется один, который говорит, «Вот, я все делаю на уровне шизофрении, на уровне борьбы», а другой говорит, «Да ты просто косишь под шизофреника, ты что, ты видишь, когда ты косишь под шизофреника, а-а-а-а, это цепляет народ, народ на тебя смотрит и начинает сопереживать тебе». И вот здесь тоже происходит борьба, рисуюсь ли я шизофренией или я действительно болею шизофренией во время творчества и так далее, это несет, несет, вот. У меня был вообще конфликт с продюсером, которому не нравились мои песни, ему казалось, он говорил мне, твои песни слишком политичные, неполиткорректные, слишком социальные, слишком религиозные, я не знаю, как это продавать. Я говорю, а что тогда делать? Он говорит, давай, пой попсовые песни, то есть надо конструировать хит. Вот я сколько пытался, сколько мучился, вот до сих пор не могу еще, не знаю, может быть, в будущем получится, но я до сих пор еще пока не знаю, как конструировать хит, как вот это вот все создавать. Вот просто вот я написал песню, я написал песню, какой-то свой ответ, протест своему продюсеру. Где я в припеве, в припеве этой песни, я пил «Припев, я пою припев». Он вообще был в шоке, ну ты че, ну как так, это вообще так тупо, глупо и смешно? Я говорю, вот, а я хочу, я хочу, я хочу быть немножко, ну, может быть, не похожим друг на друга, да, глупо, да, смешно, но я хочу, я хочу вырваться из вот этих вот рамок, которые мне навязывают сверху. Вот так надо писать. Мне вот эти ваши три аккорда, они мне скучны. А я знаю, они хитовые. Я знаю, но мне скучно, можно я останусь все-таки самим собой. И вот в этой песне, как бы, я как бы привел пример такого офисного работника, которого тоже все время заставляют все делать по графику, кликнешь сюда, потом отпарсить вакансии, потом редактировать xmail файлы, потом кликнешь добавить недобавленные вакансии, потом начинаешь добавлять вакансии, и все по одной какой-то определенной схеме. Каждый день. Потом другая работа, которая тоже все делается по схеме, дедлайны и так далее, и так далее. И человек в течение всей недели, у него нет возможности для творчества. А можно, вот, например, мы введем новую систему связи, которая бы удешевила бы связь на 55 процентов. Нельзя, нельзя. Загуби в себе твое творчество ради целей компании. Очень часто, как бы, происходит так, что мы находимся в такой системе, где вот мы, как бы, очень часто слышим какие-то слова вдохновляющие. Даже вот спикеры, которые говорят, даже я, который говорю, это тоже все равно какие-то идут определенные рамки, какие-то определенные цели, которые иногда могут мешать творчеству. Поэтому мой девиз, когда вы все это прослушаете, что-то возьмете для себя, а потом забудьте это. Не делайте то, что вот вы слышали в книгах мотивационных и на сценах и так далее, и так далее. Не старайтесь сделать это своей новой рамкой, которая вам не даст дальше творить. И вот этому посвящена песня. Я ни к чему не хочу стремиться, хочу хотя бы на мгновение остановиться. Оставьте меня в покое под белую луною у морского прибоя. Прошу вас оставьте, дайте мне промокнуть под дождем. Дайте мне замерзнуть под снегом белым и плыть следом за китами. В море голубое, не зная горя, плыть и петь. Иногда лететь между небом и землею. И снова воду на спину кашалота. Не думая о том, что завтра на работу. Припев, припев, припев я даю припев. Я предлагаю всем вместе сейчас немножко изменить свое сознание. Да, может быть глупо, да, может быть тупо, но я хочу, чтобы мы уж не немножко в творчество все вместе с нами. И все вместе спели этот неказистый, но очень творческий момент. Вы готовы? Поехали! Припев, припев. Вот, 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 я понимаю. А ваша сторона тоже? Давайте, давайте. Припев, я пою припев. Еще раз. Молодцы! Вот это громко. Я хочу, чтобы все вместе. Классно. А теперь нараспев все вместе. Припев, я пою припев. И последний раз все вместе. Классно. Классно. Субтитры создавал DimaTorzok